В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Айгузи Ганшина. Стадион для чемпионата мира 2018 наращивает железобетонные мускулы. По плану заказчика стройки федеральное государственное унитарное предприятие спорт инжиниринг интересует комфорт, безопасность и доступность спортивного объекта. В частности, современные дороги и разнообразный общественный транспорт. Оценить строящийся стадион в Самару приехал помощник президента Владимира Путина Игорь Левитин. Есть ли здесь возможности для оптимизации расходов, при том, что мы не должны нарушить качество стадиона и сроки. То есть у нас есть два условия, которые мы должны обязательно выполнить. Хотелось бы, чтобы здесь был такой спортивный кластер, где могли бы люди не только отдыхать, но и заниматься спортом. Помощнику президента самарский проект понравился. Как заявил Игорь Левитин, он выгодно отличается от стадионов, которые возводят в других регионах. Удачное расположение площадки позволяет одинаково быстро добраться до нее как из Самары, так и из Тольятти. Стадион рассчитан на 45 тысяч болельщиков. На его газоне пройдут одна восьмая и четверть финала Чемпионата мира по футболу 2018 года. Проект будущего стадиона к Чемпионату мира по футболу одобрил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он посетил столицу региона накануне. В рамках визита в Самару главе правительства представили макет будущего комплекса. Также Дмитрий Медведев ознакомился с проектами универсального спортивного комплекса с искусственным льдом и крытого велотрека. Глава правительства выразил готовность оказать дополнительную поддержку проекту на федеральном уровне. Но основной целью визита Дмитрия Медведева стало совещание о мерах поддержки пассажирских авиаперевозок. Как заявил глава правительства, федеральные программы субсидирования региональных авиаперевозок и возмещения затрат на обновление воздушного парка в этом году будут продолжены. Кроме того, участники совещания обсудили вопрос по снижению НДС для авиакомпаний, занимающихся внутренними перевозками в качестве одной из главных антикризисных мер. Около трех с половиной миллионов пассажиров в год пропускная способность нового аэровокзала. Он строился полтора года в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость терминала составила около 8 миллиардов рублей. На первом этаже здания располагаются 24 стойки регистрации. На втором – новый зал ожидания. Комфорт и удобство пассажиров продуманы до мелочей. Установлены даже столы для тенниса. Просторнее, светлее, больше всяких магазинчиков. Много кафе открыли. Мне понравилось, что дизайн очень интересный сделали. Все такое космическое, светло здесь, тепло, уютно. Детская комната очень хорошая, с ребенком очень удобно вылетать. В рамках визита в Самару Дмитрий Медведев провел совещание о мерах поддержки пассажирских авиаперевозок в России. Глава правительства отметил, субсидирование региональных авиаперевозок в этом году продолжится. В общей сложности бюджет федеральной программы поддержки составил 9 миллиардов рублей. По словам премьер-министра, несмотря на экономические трудности, объем перевозок по итогам прошлого года значительно вырос. Преимущественно за счет внутренних рейсов. Авиакомпании страны перевезли более 90 миллионов пассажиров. Правительство принимает меры, чтобы цены на авиабилеты не повышались и были доступны людям. Мы постоянно работаем над тем, чтобы цена билета на самолет была для человека доступной, для нашего гражданина. Особенно, когда речь идет о полетах внутри страны. Для этого у нас были запущены и работают федеральные программы субсидирования, которые направлены на развитие пассажирских авиаперевозок. С Дальнего Востока, из Калининграда, из Симферополя в европейскую часть страны. Отдельные программы субсидирования помогают удешевить региональные перелеты на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и здесь, в Приволжском федеральном округе. Помимо современного здания аэропорта, в столице региона может появиться и новая авиакомпания. Планируется, что Air Samara объединится с еще одним перевозчиком. Не исключает, что будет у нас другая авиакомпания, которая объединится с Air Samara, у которой есть значительно больше возможностей. Эта компания активно занимается в том числе туристическим бизнесом. На строительстве нового здания работы в Курумыче не заканчиваются. К 2018 году терминал аэропорта планируется расширить. А для доставки пассажиров организовать скоростное железнодорожное сообщение «Самара-Тольятти» через аэропорт протяженностью 130 километров. В проекте еще строительство четырехзвездочной гостиницы на 150 номеров и конференц-комплекса площадью 2000 квадратных метров. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. Несколько крупнейших аптечных сетей в России решили заморозить цены на весь перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Это связано с нестабильностью курса валют. Аптеки создали шестимесячный запас лекарств для лечения тяжелых и хронических заболеваний. Цены на препараты, популярные у социально незащищенных слоев населения, зафиксированы на уровне ноября. Кроме того, в связи с увеличением роста заболеваний гриппом, заморожены цены на противогриппозные и иммуномоделирующие препараты. Тем временем в Самарской области могут появиться муниципальные аптеки. Они должны стать противовесом коммерческим структурам. В рамках президентской программы, нацеленной на создание государственных аптек, в регионе будут изучать доступность для населения медикаментов, в том числе низкого ценового сегмента. Обратите внимание властей на свою проблему, просят и самарцы, взявшие ипотечные кредиты в валюте. Очень сложно один на один противостоять финансовым институтам. В лице банков страшно оказаться в суде, где будет решение о твоем выселении, сообщает на своей страничке ВКонтакте активисты Самарского отделения Всероссийского движения валютных заемщиков. По их данным, семей, попавших в сложную ситуацию, в регионе более 200. Займы в валюте были выгоднее, чем в рублях, но в конце прошлого года заемщики оказались заложниками экономической ситуации в стране. Их платежи увеличились в несколько раз. И к другим темам. Руководитель департамента ЖКХ Самара Игорь Жарков уволен по собственному желанию. Он занимал эту должность с февраля 2013 года. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Юрий Козильский. Есть предположение, что Жарков продолжит трудиться в министерстве ЖКХ Самарской области. И еще ряд кадровых решений. Андрей Спиридонов, директор трамвайно-троллейбусного управления, отстранен от занимаемой должности. Это связано с участившимися за последние две недели ЧП на трамвайных путях. Сейчас в муниципальном предприятии назначена комплексная проверка. Все решения, в том числе и кадровые, будут приняты после ее проведения. Также рапорт об увольнении подал начальник главного следственного управления МВД Самарской области генерал-майор юстиции Валерий Пиявин. Он покидает не только пост, но и службу в органах. Сейчас обязанности начальника ведомства исполняет его заместитель Олег Олейник. Валерий Пиявин возглавлял следственное управление с июля 2011 года. Более 11 тысяч иностранных граждан в этом году прибыли в Самарскую область с целью заработка. За выдачей патента на работу обратилось в 15 раз меньше. В областном управлении миграционной службы считают в этом виновны образовательные учреждения, которые затягивают сроки выдачи иностранцам необходимых документов для оформления патента. Согласно закону, сертификат о знании русского языка, истории и основ законодательства, иностранцу, прошедшему обучение и сдавшему экзамен, они должны выдавать не позднее 10 рабочих дней. Но эти временные рамки выдерживают не всегда. Кроме того, причиной несвоевременного получения и подачи документов нередко является и обращение по незнанию самих иностранцев к мошенникам. Это является обращение к представителям так называемого теневого сектора, оказывающих посреднические услуги в сфере трудовой миграции, которые, к сожалению, кроме как мздоимства и вытягивания денег, безусловно, ничем более не занимаются. В настоящий момент на территории нашего региона действует только три аккредитованных пункта приема документов. На патент к их числу относятся город Самар-Завосковский шоссе 14, город Тольятти, улица Барковская, 9, и город Цирзин, улица Ульяновская, 93. И новость, которую сейчас активно обсуждают пользователи интернета, у активиста общественного движения «Дорога 63 РФ» подожгли машину. Инцидент произошел в ночь на среду на улице Фадеева в промышленном районе Самары. Алексей Гордеев с 2011 года занимался выявлением оборотней в погонах. Недавно он присоединился к движению «Дорога 63». И в качестве оператора канала на YouTube начал активно выкладывать видеоотчеты о результатах работы. Последовали проверки сотрудников ГИБДД, превышающих должностные полномочия, берущих взятки. По словам самого Алексея, ему неоднократно поступали угрозы от сотрудников ГАИ с требованием прекратить съемки разоблачающих видео. Активист общественного движения уверен, именно по этой причине ему и подожгли машину. «Сполыхнуло моментально. Машину облили бензином. Приехала полиция. Тут нашли бутылку полтора литровую пластиковую с остатками бензина. Прямо рядом с машиной. В метре-полтора. Восстановлению машина не подлежит. Сгорело абсолютно все. Остались только целые колеса и багажник». «Ну, уже известно, что это был поджог. В течение дня, соответственно, будет возбуждено уголовное дело. И, в общем-то, будет проходить проверка. Нам известно сейчас, что сотрудники МВД уже опрашивают всех жителей, всех прохожих, ищут записи с видеорегистраторов, с камер видеонаблюдения, которые находились в том районе. Потому что это действительно угроза обществу, я бы так сказал. «Ну, мы предполагаем, что здесь замешаны сотрудники ГИБДД непосредственно». Между тем, более 60 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано сотрудниками ГИБДД. За первый месяц этого года в них получили травмы 90 человек. Причем большая часть аварии произошла из-за плохого качества дорожного полотна. Вреет на проверку дорог сотрудниками госавтоинспекции. Вышла и наша съемочная группа. Проезжая по улице Вольская, водители постоянно притормаживают дорожное полотно в ямах. Если разогнаться посильнее, можно лишиться колес. И такая ситуация сетуют автомобилисты на многих участках дорог. Очень сложная. Дело в том, что постоянно меняешь колеса. То есть постоянно, постоянно колодки – это тоже деньги, это сами понимаете. Хочется лучшего. Вот говорят, в Казани очень хорошо. Хотелось бы хотя бы приблизиться к этому. Много второстепенных дорог, которые надо делать. Основные-то дороги более-менее еще ездить можно. Ну куда деваться? Ездим. Нередко именно ямы на дорогах становятся причиной аварий. По данным ГИБДД, только за январь 2015 года по этой причине произошло 65 ДТП, в которых погибли 5 человек. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проверяют состояние дорожного полотна областной столицы. Особенно сложная ситуация складывается на улицах Южное шоссе, Авроры и Металлургов. Ямы не допускаются у нас шириной более 60 сантиметров, длиной более 15 и глубиной более 5 сантиметров. То есть если яма больше, либо такого же размера, она уже не отвечает требования безопасности движения. Территориальными подразделениями госавтоинспекции области выдано более 800 предписаний на устранение недостатков. Наиболее часто из них – отсутствие разметки, плохая видимость дорожных знаков и дефекты дорожного полотна. По результатам проверки оштрафованы более 300 должностных лиц на сумму от 2 до 3 тысяч рублей и 8 юридических. В этом случае сумма штрафов доходит до 300 тысяч рублей. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Продолжаем выпуск. Непростой век для целой страны за плечами одного человека. Великая Отечественная война, десятилетие добросовестной службы на заводе, активная общественная деятельность. Живая легенда Владимир Чудайкин отмечает 90 лет. О больших победах человека, достойного быть лицом воистину героического поколения, в репортаже Анастасии Зубаревой. Владимир Чудайкин на войну попал в 44-м. Но уже в первом бою уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился и в ходе взятия Берлина. Танк старшины Чудайкина действовал в составе штурмовой группы. Командир танка погиб, и его обязанности взял на себя Чудайкин. За бои у стен Рейхстага ему присвоили звание Героя Советского Союза. Я счастлив оказался в этой честь людей, которые дожили день победы Великой Отечественной войны. А победу, конечно, победили те, кто сложил головы на поля сражения. Им слава и почет. Они нас защитили от немецко-фашистских захватчиков. Песня «Снегов мирный» Со своей супругой Лидией Дмитриевной в прошлом году справил бриллиантовую свадьбу. 60 лет совместной жизни. Столько же проработал и на заводе, и в качестве общественного деятеля. В свои 90-е Владимир Иванович продолжает активную работу. Помогает всем, кому только можно, заботиться о ветеранах, о бывших братьях по оружию. Занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Имя героя носит 150-я школа Кировского района Самары. О его подвиге знают и школьники, и кадеты. Чудакин отличился во взятии Берлина. Он спас много наших, прикрывал наших от фашистов и спас много жизней. Как я знаю, Чудакин был танкистом. Он очень много сделал для нашей страны. Он дошел до Берлина. Мы должны уважать и честить наших героев. Потому что, как вы и сказали, их осталось мало. Герои Советского Союза, почетного гражданина Самары, в праздничные дни поздравляют горожане и первые лица города. 40 лет вы проработали на металлургическом заводе. Огромный стаж. 56 лет общий стаж, по-моему, у вас. Это огромный труд, самоотверженный. Мы вот видели, что приходилось жить в таких условиях, аскетических. И отдавать свою жизнь на благо развития страны, на благо развития города. Владимир Владимирович, примите от меня самые искренние слова. Спасибо. С пожеланием крепкого-крепкого здоровья. Конечно, мы с вами встретимся летним, и мы с вами встретимся летним. Каждый день рождения фронтовика – это небольшой 9 мая, день победы. А уж день рождения Владимира Ивановича – это уже 9 мая у нас. Серьезный день победы. Ведь в биографии Владимир Ивановича действительно оказалась спрессованна, наверное, судьба всего поколения. В своем почтенном возрасте герой Советского Союза Владимир Чудайкин не перестает мечтать. Ближайшие планы – с честью и большой радостью встретить самый великий праздник в его жизни – 70-летие победы. А любовь и желание жить и видеть, как подрастают правнуки, дают силы на ежедневный труд. Анастасия Зубарева, Алексей Золотенков. События. Внести свою лепту в создание летписи Куйбышева в годы, когда он был запасной столицей. Может, каждый виртуально-интерактивный проект выходит на новый уровень. На сайте представлено полсотни видеорассказов о самых ярких местах в городе – бункере Сталина, ДК на площади Куйбышева, где впервые была исполнена седьмая симфония Шостаковича. На интерактивной карте еще есть место и для ваших историй. Как проходил парад в Куйбышеве в ноябре 1941-го? Какой была Самара в годы войны? Как жили простые горожане? Какие читали книги? Ответы на все эти вопросы можно получить в виртуальном музее Куйбышев – запасная столица. Порядка 20 документальных фильмов и более 50 видеоэкскурсий обо всех памятных местах города и ярких исторических событиях. Есть такой интерактивный раздел «Моя история», где все могли размещать и документы, и фотографии, и истории, и жизни своих героических предков – и дедушек, и бабушек, и прадедушек, и прабабушек. Мы не ожидали, что все школы включатся в работу, в участие в этом проекте. Пополнить коллекцию виртуального музея и тем самым внести свой вклад в историю Самары может каждый. Андрей Петровский, к примеру, выложил на сайт историю своего прадеда. Биографию ветерана, прошедшего всю войну и ушедшего из жизни в 2012-м. Андрей знает больше по рассказам родителей. Это история о моем прадеде, который участвовал в Великой Отечественной войне. Его зовут Скворцов Павел Иванович. Хотелся он в 1924 году. В возрасте 18 лет был призван в армию. Прошел от Волги до Вены. Мне важно было, чтобы узнали о моем прадедушке, о герое. Проект стартовал осенью прошлого года. И уже сейчас на сайте более тысячи историй о самарских героях, написанных их потомками. Валерия Квасневская, Дмитрий Мешканцов. События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samargis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал SamarGis на экранах смартфонов и планшетов. Все, доброго и до встречи. Работодатели обяжут ежегодно индексировать зарплату работникам. Собственно, Трудовой кодекс и так обязывает индексировать зарплату. Но формулировка там настолько размыта, что никто это требование не выполняет. Актуальность законопроекта объясняется экономическим кризисом, ухудшением уровня жизни населения и ростом цен. Размер индексации, по мнению авторов, должны устанавливать региональные власти, а минимальной планкой станет уровень роста цен. С одной стороны, хорошо. С другой, учитывая печальное положение работодателей и бизнеса, снова ждем сокращений и серых зарплат. Просроченная задолженность по розничным кредитам к концу 2015 года может вырасти до 8%. За прошлый год просроченная задолженность по розничным кредитам выросла на 51,6% до 700 млрд. рублей. В этом году рост продолжается. По итогам февраля рост может составить 6-10%. Рост кредитования физлиц в 2014 году замедлился с 29% до 14%. Это естественно, кстати. Никто не хочет брать кредит под 40-50% годовых. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным изменением котировок по отношению к основной торговой сессии вторника. Индекс РТС в первые минуты торгов вырос. Индекс ММВБ, наоборот, снизился до 1770 пунктов. Среди лидеров роста – РДР Русала, акции КамАЗа, Яндекса, Полиметалл и Распадской. Лидеры падения – акции ЛСР, ФСК ЕС, Магнита, ВТБ, Лукойла и Преф и Мичела. Российские индексы реагируют на нейтральный внешний фон и динамику сырьевого рынка. Фьючерс S&P прибавляет. Торги во вторник в Европе и США завершились в зеленой зоне. Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику. Курс доллара на 25 февраля – 63 рубля 50 копеек. Курс евро – 71 рубль 94 копейки. Золото стоит 2441 рубль за грамм. Серебро стоит 33 рубля 8 копеек за грамм. Цена нефтемарки Brent – 58 долларов 84 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах! Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. У хоккеистов ЦСКА ВВС нет денег даже на зубную пасту. Ледовая дорожка помогла дома тольяттинцам стать чемпионами. Фролов – третий пятиборец на первом этапе Кубка мира. На американском этапе Кубка мира по современному пятиборью самарский атлет Илья Фролов выиграл бронзовую медаль. После фехтования Фролов был только седьмым. На водной дорожке вообще финишировал 32-м. В конкуре показал девятый результат. И коронный комбайн «Бег и стрельба» привез самарца на третью ступень пьедестала почета. Тольяттинские мотогонщики выиграли домашний этап чемпионата страны. После четырех гонок в Каменск-Уральске и Уфе лидерство в соревнованиях захватили уфимские спортсмены. Пятый старт остался за автозаводцами. Оба заезда Тольятти и Уфа завершились со счетом 5-1. В общем зачете разрыв между лидерами сократился до двух очков. Доходит уже до того, что нет денег на зубную пасту. А ведь у многих в команде есть дети, заявил капитан хоккейного клуба ЦСК ВВС Сергей Шиханов. «Регулярный чемпионат мы доиграем, а на матчи плей-офф не выйдем, пока все долги не будут закрыты», заявил спортсмен. Оказывается, в последний раз зарплату военные летчики получали за ноябрь прошлого года. Игра забесплатно привела к тому, что команда, которая на старте чемпионата Российской хоккейной лиги была в лидерах, сегодня занимает пятое место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова